ребя вот посмотрите на этого фашиста посмотрите на эту проволоку в общем чем мяч сел аккумулятор за столько долгое время не использования его по назначению сегодня ездил короче или не что хотел я хотел сюда как с места к обычного аккумулятора поставить такие вот с ноутбуки с ноутбука короче собрать ну чтоб не сам собрал их хотел обратиться к хорошему опытному знающему электрику что он не собрал именно с балансировками балансиры полных называют вот такие платки на каждую по моему идут батарею что при зарядке они сидали заряжались равномерно вот короче нашел типа вот якобы у нас в городе что типа как я понял что он вроде как занимается ну вот что сегодня пришел к нему вот так а так вот хочу просто папа компакт не поаккуракт не сюда в пиндюрить аккумулятор что можно было какие-то ключи сюда что-то что-то какие-то инструмент может заныкать спрятать уже бардачка вообще нету он ритм ну как бы это будет промо лиматично какой у тебя заряд идет ток заряда какой улетт топ потребления короче вот вот такая вот вот беда вот и может ну это не так просто там круче не то не все вот я думаю блин может не отдачу вернее двое 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 я пришел уже он там один двое начали переубеждать и когда зачем тебе это надо возьми обычный аккумулятор аккумулятор поехал потом оком думаю ну ладно чего хотелось бы полегче и облегчить как бы в половину больше чем в половину то всего 6 батареек то есть три именно как обычной батарейки по размеру 31 ты с другой стороны вот такие вот такая вот котлетка скрой скрученная воды ну там и жака из жака заводил с ними вот ну не знаю не знаю сегодня сегодня он автомобильный поцеплял он лежит за заводил его короче вы видите у меня вот он даже до сюда летала прикиньте пока вы даже вот оттуда долетали вот до сюда вот они капли на двери вот это весь два вся дверь в масле все в масле вот вся плитка в масле вон там вот у меня все в масле вот здесь вот все масло лилось сюда тоже масло лилось когда его завел вот короче если пугался ну что такое я начал писать сразу записал видео бьюшку короче отправил короче мастером в краснодар у нас ну вот я просто испугался думать что такое что это значит вода в хату пошла я не могу понять просто он и посмотри что у тебя с если у тебя эмульсия в какого цвета в моторе если есть то короче дела хреновая я же посмотрел думаю да нет все нормально я но я мы сразу начали складываю мотоцикл как бы он больше будет год до полтора лежал на бочине ну это скорее всего нормально то есть тебе нужно что тебе нужно просто его выжаривать заводи и пускай убегает вылетает туда верни масло вот так дальше чем дальше чем дальше он смотри у тебя еще будет скрещать встречи там зальет свечи тебе надо будет выкручивать свечи сушить а вот у меня еще на счет чего сказать скажу вам поначалу когда его приобрел он был бодрый что пипец короче на задняя подрывался вообще там спас пол пинка как говорится да а потом же за чувству как это у нас так нет нет подергиваться что-то вот какой-то что-то не то вот и вот у меня плохие чувства что это именно свечи с выделываются на ямахе на ямахе вода мотор с ямахи свечи менял очень легко тут прям вот даже полчаса радиатор просто радиатор скрутил с двигатель как бы более под углом находится просто скрутил крепление радиатор драни скидывал его элементарность вот сюда вот залазил на вот либо на бэхе на этом фашисти будь у него 1 это вообще пипец как сделать у одного спросил короче на известного блогера который ездит на таком же он этот пипец или типа курнешь там как хочешь надо доставать как хочешь это неудобно но как хочешь надо доставать будет вот я блин чё делать делать то чё теперь вот потом у другого спросил он уже тебе нужно откручивать насколько понял это бхс и чараш ну да тебе нужно бы смотри именно ключ нужно будет вина высвать airbox тебе нужно будет ключ именно на 14 не на 16 смотри а на 14 думаю опа хорошо хорошая информация как бы человек авторитетный грамотный и вот еще думаю мне нужно было просто еще ребят решился ночью начать разбирать мопед свой короче добираться добраться нужно мне до свеч чтобы посмотреть что там каком они вообще состоянием что подозрение что круче свеча мхана нет погас свет где-то замкнула проводку эту медную алюминиевого начало штробить короче вот сейчас чисто один источник света можно сказать работает лампочка вот это да но тем не менее короче будем разбирать буду сейчас снимать бак мозги и воздушный этот самый вкусной коллектор и добираться до свеч коробки никакой большой не нашел буду все шарабуки в пакет складывать что потом все это благополучно не проебать так скажем на соединяем шланги от бака и здесь укрепление я разобрал притебить у меня тут перим период подтекают масло масло на перьях сальники сальником уже трындец как говорится вот нужно будет а у меня подката нету а у меня нету подката вот и я думал проще поехать собрать его краски жене то есть самое главное еще краски нет вот вы жду воскресенье надеюсь на воскресенье уже 2 неделя пойдет сказали в отвод не поставщиков краски нету салатовой этой вот других чуть будет подороже давай давай только закажи попробуй я буду ждать все давай до воскресенья я буду ждать даже жду краску а в это время мне нужно будет я хочу если будут стыдись разберу попробуй получится у меня разобрать дать добраться до свечи достать свеч есть здесь окажутся необычные не видевые то я конечно же буду покупать ставить сюда и видевые свечи что с ними будет воспринимать поломенение получше и соответственно будет еще пободреть чуть-чуть вот вот такие вот мысли ребята что будут пробовать буду это все оценять мозги воздушный фильтр бак и будем лезть с вами может быть попробую у кого-то возьму потом карданчик и попробуем добраться до до свеч достать свечки кручать я вам просто не буду показывать как у меня тут до сих пор там еще масло находится видимо в движке вот ведь ему ведь он не буду показывать и это вам покажу потом когда мы уже с вами соберу влятип по накидала на задние этот самый суппорт нужно будет брать фейер с водой все это оттирать отповать увидеть белая как эмульсия чуть масло просто чистое масло вот такие вот дела ребята сейчас я его закачу и потом чуть попозже с ребятами включу вам стрим и будем курочить ребят пришел сегодня с работы ну и в гараж пока не потемнело надо отсоединять бак сейчас вот и фишечки снял снимать вот такие две фишки сайт оцепил сейчас вот это вот топливная как у вас и не тоже разберусь упу а он сам лишь повернулся повернул его какой бензина нам клапан стоит походу на походу там клапан вот так уж и топливный бак уже отсоединю еблой сейчас буду снимать мозги многие какое придумали защелку интересную бомбочники я сначала лазил лазерную пугу понять как разъем отсоединяется от от этого от мозгов оказывается вот если такой курочек за него нужно тянуть оба так он щелкает и все и потом разъем только вот этот можно отсоединить сейчас отключу сначала вот этот болтик крепление а вот под мозгами находится вот такой вот ничем не приметны чтобы достать фильтр где вот они скобочки двери от щелки вот эти скобочки вы есть такой неприметный он пластиковый из пластикового я начал попробовал пытался вот крутить бы непонятно что за резьба вообще вот его а его пальцем можно так вот нажать и покрутить остается видите пластика какая-то заглушка так теперь теперь на все это не потерять как бы это все не потерять так ни разу не разобрал нигде в интернете нету понимаете ничего нет в интернете убирать из аэробокс откручивать целиком с мозгами что вот это отсоединить вот это набрать отсоединили даже когда поворачивается вот этот шланг вот как быть а защелка какая-то по моему интересная интересно 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 все так необычно вытаскивать охренеть и ничего нету не в интернете почитать как это чё делается охренеть на задней стороне мозгов быть и написано фломастером проба 7894 что это может значить короче вот так вот берется это просто не здесь не снятую чтобы можно было поддеть визуально но это берется руками и пальцами вот рамка поднимается вот он фильтр нас тут так ну ка положим с фильтрами оставайся ну ка ну ка как же ты не остаешься видишь интересно уже там что-то изнутри еще вот задача то но интересно интересно непонятно но очень интересно просто на вытянуть в ногу наверх какая-то бабочка метод залетела что там с фильтром гляньте млюха лопнутая да так прям не сказать что там что-то какой-то дужек грязный да не сказать ну чё ребят разбирал была ночь у нас вчера я где-то в два ночи только лег вот сегодня нас такая погода дождливая посмотрели что что я тут натворил короче на нем мозги висят я говорю что на стриме еще рассказывал что не нашел нигде в ю тубе видосов как поменять свечи на бумере не письменного никакого текста тоже не нашел видите вот масло было да прям все такое промасленное то что масло масло именно вот в этот цилиндр в этом цилиндре было на полчаса он на этой же стороне лежал и на этой же стороне увидел все в масле вот но снял я все-таки airbox и видите все-таки здесь есть я думал только на немахи такое используется это называется изменяемая длина впускных club впускного скажи на скажите впускных труб да то есть когда на разной скорости в зависимости скорости они отсоединяются и присоединяются это вот для завихрения воздухом выпускной коллектор вот представляете мне такой на яркий на r1 есть на донюшку она по-другому выглядит система вот а здесь вот так вот она выглядит потом покажу когда будем аху тоже собирать как там выглядит все это надо бы все это выйти вытереть видите вот вот здесь даже вангарь какая-то но вот отсоединил она у меня висит смотрите что у меня какая проблема так может взять фонарик вам показать или так видно вот они у нас катушки я вот в эту катушку уже бедную как говорится изнахратил да там чуть-чуть где-то уже снизу отколол даже крепление и крутил крутил его даже резинку он порвал крутил крутил не могу ну вообще до ужаса ну усилия нужно просто неимоверное прикладывать чтобы крутить я уже думаю что сделать не могу и вот с этими полица тоже тоже вообще мертвая стоит ничего не происходит я очень думаю вот шланг эти ушла мне эти самые подцеплял от каждого цилиндра на свечи вот искра который подъехал почему-то здесь три провода идет она и махи вот у меня движок там круче на эти катушки идут два провода не знаю почему так и для чего но так как она есть в общем что я думаю я думаю что для шприц у меня он валялся шприц вот набрать какой-нибудь смазки жидкой поищу сейчас и и туда прямо вовнутрь вот может даже через иголку внутрь крути крутить 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 их пробовать чтобы короче она там равномерно распределилась все это дело чтобы как-то их изъять оттуда но это ужас а еще у знакомых там в одного блогера у которого такой же мотоцикл он ведь я поздравляю ты просто заебешься их доставать вернее менять это все дело вот и теперь желаю терпеть неудачи вот а другой который занимается ремонтом может ну блин только вот так вот он хорошо тени разобрал передний радиатор а именно снял airbox вот будем мучиться буду сейчас обмазывать вовнутрь ну как по-другому не знаю я боюсь просто их поломать просто быть попала за поскогубцами тоже боюсь просто поломать но вот ребят смотрите каким-то чудом не удалось достать одну из катушек вот это просто что-то с чем-то пипец я конечно всю как как бог черепаху короче вы изнасиловал видите вот она вот без ее за счет вот этих вот а резинок полосок да она там так упирает то есть а как я сделал это я взял шприц с маслом с моторным набрал и начал по резинку такие резинки поддевал резинку и короче прям туда заливал пытался и начал по чуть-чуть по чуть-чуть ее туда вращать туда-сюда туда-сюда вот а вот на yamaha вы смотрите покажу вам сейчас вот на yamaha то что да не просто так от руки берешь и поднимаешь конечно тоже вкусу силе но не с таким гибучим тут ведь а мы ведь и тут он вообще 1 на 1 а там грубо горя почти 2 до а там три такие мощные стоят вот как то так буду продолжать если вы вытаскивать ребят ездил за свечками сегодня короче не получилось мне свечки найти ну там как в магазинчике сказали что типа мы хорошо мы тебе позвоним скажем давайте но не обычно такие же это такие да не хочу хочу короче стояли же инжек ашные выкрутил он валяются с двумя контактами инжек ашные а я что-то захотелось мне так и видео иду ну были носить еще раз так и так лезть сюда это пипец просто я не катушки в физ не могу снимать в отличие от yamaha то и вот и короче мимо сюда проезжал заехал там магазинчик по скутерам по мопедам думаю то спрошу у них порвался шланг же ты тормозной как он порвался я хрен его знаю где бачок стоит стоит вот лопнутый и я купил такой вот повезло да ну короче галимы он зачем сюда еще вот такую пружину ставят они помимо этой пружины короче он жесткий это если это прям чистая резина у меня да прям мягкая такая хорошая то это пиздец горимая шляпа вот жесткая ну да ладно что есть то есть будем из этого из отрезать ничего вчера поехал купил себе китайский вот такой вот этот самый такую трубочку да но на жестко тут родная шума стоял такая видимо мягенькая было вот это как схода китайца она такая более такая пластиковая что ли ну да ладно хрен крепления вместо вот этих вот светлых поставил эти темненькие крепления надо будет жидкость меня купить ой купить это самое залить тормозу киево койловская купил тормозу киево видите это будет залить прокачать тормоза и также я вытащил свечки чудом 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 чудным продулом тут компрессором все все эти самые места наш тут на грязи не было вот теперь мне нужно короче свечки покупать все мне предлагали о том что лишь выкрутил всемир 2 его такую же свечку мы тебя поставил закажем по по этому номеру а я посмотрел по интернету они получаются ну типа родные свечки такие двуконтактные они ну родные а я хочу же видео и потому что папе же было вот я не знаю сейчас поеду еще короче другие места поспрашивают чем и там скажут по поводу этих свечек пока не знаю ребятушки вчера поехал в магазин захотелось же мне купить белого грунта мир не белой базовой краски точнее вот и ну и так совершенно спасен спросил гривен существенном муж красочка чего нет они он достает мне краску вот она твоя крал скажу как уже говорит только на выходных ну вот поставщики приехали типа там заработала все все это делаю у них вот я начал короче обклеил вот бочину левую вот на один раз тут прошелся и сейчас еще раз пройдусь захотелось мечтал так вот немножко оранжевого ну базовость равно в один хрен будет салатовая ну вот такой пятнышко будет оранжевая ребятушки сегодня пораньше с рабой освободился мне короче позвонили на день раньше не за два за день день короче мне доставили свечки мои вот они мои хорошие видевые свечки на спанчбук ебой и риде там такие найти прям бит у них такой инжека ребя ну чё значит получается свечки вставил катушки вставил там подсоединил взял фильтр он еще как бы визуально это нормальный взял его помыл он положил там сушится хочу вот подсоединил проводовку сейчас бак поставлю подсоединю провода к баку шланг или какое интересное крепление у бумера к бензину вот мозги по тут подсоединил вот эти провода вот этот провод у нас откуда посмотрю откуда чего не подцепил этот соединил вот этот лишний а вот вот отсюда вот так вот оба на оба на и сейчас притащу аккумулятор пробу завести его ничего ребятушки вроде сап посоединил хочется завести потом это все буду еще пересмотрю чего где как да ну давайте попробуем может дракона завести дракона спанч боба то еще вот эти на накрепление с а вот это все будет буду подгонять закручивать эти все боковухи и нас за ему час пластиком давайте попробуем чё к дракон там прибор было выкрепить июб я не нравится что он сцепление почему сцепление как торчит почему его не сюда никуда вы не знаю что придумать с приборкой давайте стартанем хз чё получится и бой не буду газовать пока и фук ванища ребя я очень рад и получилось получилось а ребята фугать все круче выключаю я веду запилю и и не буду сейчас пластик закрашивать